Здравствуйте! Это программа «Актуальная тема» в студии Ана Кизилова. Сегодня в гостях заместитель главы города по экономической политике Алексей Бурдилов. Алексей Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Алексей Владиславович, подготовлен ли отчет об исполнении бюджета за 2019 год? Какие первые цифры можете уже назвать по итогам? И уложились ли в план сокращения кредиторской задолженности? Да, администрация города финансовым управлением отчет об исполнении бюджета за 2019 год подготовлен. Мы даже уже планировали провести публичные слушания по обсуждению результатов исполнения бюджета. Но в связи с коронавирусом, наверное, мы чуть-чуть перенесем срок публичных обсуждений. Будет чуть попозже. Поэтому отчет подготовлен. На сегодня можно сказать, что бюджет мы исполнили почти в том объеме, как и запланировали. У нас даже чуть-чуть превышение доходов произошло относительно запланированных цифр из-за межбюджетных трансфертов, которые в большем объеме пришли, чем мы ожидали. Доходы, соответственно, исполнены на хорошем уровне. Соответственно, и расходы исполняли по доходам. То есть фактически остатков средств на счете на конец года у нас не было. То есть все, что мы получили, все израсходовали. Вообще удачным ли, на ваш взгляд, был год в финансовом плане? Ну, можно сказать, что да, удачным. Как я уже сказал, мы значительно повысили средства, которые в бюджет поступили в виде межбюджетных трансфертов, нежели от того, что мы изначально планировали. То есть работа, проводимая в течение года с правительством Свердловской области, с губернатором Свердловской области, вот позволила получить дополнительные средства в бюджет города. У нас чуть-чуть мы не выполнили налоговые доходы. Это традиционно наш налог на доходы физических лиц. Видимо, связано с тем, что, ну, предполагаем, наверное, повышение зарплаты на предприятиях города произошло, ну, вот не в тех уровнях повышения, которые мы планировали и ожидали. Поэтому в целом исполнили хорошо. И если опять же возвращаться вот к нашей кредиторской задолженности, то главный показатель по исполнению бюджета, который мы хотели достичь, это снизить уровень кредиторской задолженности, мы его реально снизили. То есть если у нас на начало 2019 года была 633 миллиона кредиторская задолженность, то на конец года она у нас стала 285 миллионов. В принципе, как мы и прогнозировали на последних заседаниях Нижне-Тагильской городской думы, что в районе 300 миллионов у нас будет кредиторская задолженность. То есть мы на этот уровень так и вышли. Поэтому, ну, вот цель, которая ставилась в части именно финансового исполнения бюджета, она выполнена, достигнута. Как исполняется бюджет текущего года, баланс доходов, расходов? По текущему году, надо сказать, что мы вот эту ситуацию по неисполнению налога на доходы физических лиц попытались более точно уже спрогнозировать, скажем так, подошли с точки зрения пессимистического исполнения бюджета. И на сегодня у нас исполнение бюджета по доходам из запланированных 14 миллиардов 779 миллионов рублей за два месяца составило 2 миллиарда 114, это на уровне 18%. То есть если говорить, что 18% это шестая часть исполнения бюджета по доходам, то вроде бы как мы запланировали правильно, и чуть больше 100% исполнения бюджета по доходам мы, соответственно, ожидаем. Расходы у нас исполнения на уровне почти 18%, то есть тоже, в общем-то, сопоставимые цифры, все, что в бюджет города, средства какие поступили, из них же и осуществляли расходование. То есть живем по доходам. Ситуация с коронавирусом повлияет ли, на ваш взгляд, на наполнение бюджета Тагилы, и какие последствия может повлечь для бюджета? Вот сейчас точно сказать пока сложно, потому что непонятно, как будет развиваться у нас ситуация с коронавирусом. Основными источниками дохода бюджета в бюджете города является налог на доходы физических лиц, это фактически налог с выплат заработной платы. Если из-за коронавируса у нас снизится уровень заработных плат, то, конечно, да, мы ощутим на себе последствия коронавируса. Имеется в виду снижение заработных плат, это, не знаю, по каким-то причинам, если без сохранения заработной платы, там на две трети тарифа, да. Но это те случаи понижения заработной платы, которые не могут быть следствием коронавируса. Да, это другие основания для этого. Поэтому мы все-таки ожидаем, что на налоги на доходы физических лиц это не должно сказаться. Есть ли подтверждение, что бюджет города получит обещанной областью Федерации деньги на инвестпроекты? То есть это вот по мосту, УПКА, трехсотлетие музейного комплекса? Ну, не то, что даже ощущение, что получим. Мы их уже получили, потому что изначально в бюджете города мы уже сразу ряд мероприятий, которые реализуем, финансирование учли. Строительство моста через Нижний Тагильский пруд сразу учтено в бюджете еще при планировании. Безопасные и качественные автомобильные дороги тоже учли сразу при планировании. Единый многофункциональный музейный центр, это заводы управления Демидовых, тоже у нас в бюджете учтено уже в полном объеме. Точно так же строительство, благоустройство дворовых и общественных территорий учтено. Все основные мероприятия по реализации нацпроектов, по реализации мероприятий по подготовке к трехсотлетию празднования города, эти основные расходы уже учтены. Потому что учтены эти средства были уже в проекте областного бюджета и при утверждении областного бюджета. Поэтому правительство Свердловской области, губернатор, мы совместно работаем и по нацпроектам, и по трехсотлетию города. Если говорить о том, что на сегодня не учтено, но к чему мы готовимся, то, конечно, это строительство легкоатлетического манежа в Дзержинском районе. Мы сейчас выходим на переговорный процесс с правительством Свердловской области по выделению нам межбюджетных трансфертов. Хотелось бы, конечно, эти средства видеть. Ну и в плане трехсотлетия мероприятий по трехсотлетию города у нас есть несколько объектов, по которым мы сейчас в этом году разрабатываем проектно-смертную документацию. И либо в конце этого года, либо уже в 2021 году в бюджете, соответственно, будем предусматривать средства. Это я говорю про городской дворец творчества юных, про Нижнетагильскую филармонию и про музей-завод. Это завод имени Куйбышева. И по цифрам, по суммам можете сказать, сколько запланировано денег на эти проекты? Да, могу. Ну, значит, по строительству моста у нас запланировано девятьсот девяносто восемь миллионов рублей в бюджете в этом году. На строительство единого многофункционального центра порядка четырехсот пятидесяти миллионов рублей. Безопасные качественные дороги вместе с блоком по автоматизированной системе управления дорожным движением около семиста миллионов рублей. Ну, это вот три основных, да. Ну, и на разработку проектно-сметной документации, вот о чем я говорил, тоже деньги предусмотрены, то есть они в бюджете есть. Алексей Владиславович, скажите, скажется ли ситуация, которая сейчас сложилась в экономике на привлечение кредитных средств города в этом году? Ну, я думаю, что скажется, точнее не думаю, а уже сказалось даже. Нам в этом году необходимо миллиард четыреста пятьдесят провести перекредитование. Это тот объем муниципального долга, который у нас с 2018 года, да, неизменным сохраняется пока. Мы уже в этом году провели два аукциона, и у нас есть победители, да, на этих аукционах. И мы разместили третий аукцион, и, к сожалению, вот сейчас прогнозируем, что банки, возможно, на этот аукцион не заявятся, потому что мы обоснование этого аукциона делали по ставкам еще до возникновения вот этой ситуации на финансовом рынке, да, и сейчас банки, ну, там, проявляют определенную боязнь к тому, чтобы заходить на долгосрочные кредиты. Напомню, мы объявили кредиты сейчас двухлетние, да, привлечения на два года в рамках именно долгосрочной финансовой политики, которую администрация города сейчас реализует. Поэтому пока на сегодня, да, уже столкнулись, и есть определенная надежда, что здесь все у нас стабилизируется, будет хорошо, потому что 20 марта Центробанк провел очередное заседание, и ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне, на уровне 6% годовых. Может быть, это будет сигнал для банков к тому, что вроде бы все пока стабильно, и можно заявляться. Ну, надеемся на это. Поэтому вот, если даже сейчас этот аукцион не состоится, значит, мы сразу же размещаем еще один, да, в надежде, что рано или поздно все равно банки выйдут снова на аукционы к нам. В 300-летие Нижнего Тагила планировалось в городе построить еще школы. Расскажите об этом более детально. Да, в плане 300-летия города, который губернатор Свердловской области Куйвыш Евгений Владимирович утвердил, есть такое мероприятие, как строительство школ. Всего там было запланировано строительство трех школ. Одну школу мы построили, это сотая школа на Гальяно-Горбановском массиве. Сейчас прорабатывается вопрос строительства второй школы, но он рассматривается и правительством Свердловской области, и нами, как строительство на консессионных условиях. К нам уже поступала консессионная инициатива на строительство школы, но, выйдя в переговорный процесс, потенциальный консессионер дальше себя не проявил, поэтому там соглашение не было заключено. Сейчас правительство Свердловской области централизованно прорабатывает вопрос строительства в Нижнем Тагиле школы на 1200 мест на условиях консессионного соглашения. То есть они ведут переговоры с потенциальными участниками, инвесторами. С нашей стороны мы определили земельный участок, где будет строительство такой школы вестись, и провели работу по передаче этого земельного участка в госсобственность, в областной бюджет. Поэтому надеемся, что в этом году консессионное соглашение правительства Свердловской области будет заключено, и работы по строительству школы все-таки начнутся. Алексей Владиславович, спасибо, что были у нас сегодня в студии, спасибо за ответы на вопросы. Пожалуйста. Это была программа «Актуальная тема». Сегодня в гостях был заместитель главы города по экономической политике Алексей Бурдилов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok